Друзья, здравствуйте! Ну что, мы к вам с Саней Зинченко ещё раз выходим с прекрасной темой о камнях, но здесь нюанс — искусственный или натуральный. Вот это, знаете, как битва веков, потому что вроде как оно и красиво, и хочется, и колется, и мама не велит. А с другой стороны, натуральный, более дорогой в каких-то моментах, более там, казалось бы, возвышенный. И вот начинается, потому что одни говорят, ну что, пусть он не такой крутой, но зато он такой красивый. Другие говорят, можно и покрасивше, но натуральный. Ну вообще, короче, мнений, мама, не горюй сколько. Но здесь же ещё энергетика, здесь и качества, и функции, и свойства. Анечка, ну передаю тебе слово. Ну, друзья мои, здравствуйте! Снова я вот пришла к Алене с интересной темой — натуральный или искусственный камень. Ну, смотрите, мы уже озвучивали неоднократно, что у нас в Древней Православии действовали именно числа боги. То есть у каждого бога важнейший атрибут — это его число. Также важный атрибут бога — его угол. Кроме того, один из самых важных атрибутов любого бога — это камень. Соответственно, у каждого камня важнейший атрибут — это его число. Я говорила о числах богов недавно на канале у Алены. И это важнейший момент я использую в сборке украшений. Но как же быть, если многие камни, которые сейчас продаются, искусственно выращены? Вот вы неоднократно спрашивали у Алены, вот опалы, они же искусственные, что же с ними делать? Смотрите, тут надо смотреть не на то, натуральный камень или искусственно выращен, а то, есть ли в камне нужная нам кристаллическая решётка. Смотрите, как волшебно получается. Какой интересный моментик я вам сейчас раскрою. Зачастую кристаллическая решётка камня содержит именно этот угол этого бога. Да, не всегда так бывает, но если поизучать под микроскопом эту решётку, всё встаёт на свои места. И именно кристаллическая решётка определяет свечение камня. И как следствие она определяет его воздействие на человека. Если в искусственно выращенном камне присутствует кристаллическая решётка, то он имеет определённое воздействие на человека, сродни натуральному камню. Ну, конечно, воздействие будет немного слабее, чем камень натуральный, но оно будет. Так что, если обобщить, я хочу сейчас вам озвучить, вот по моему мнению, по степени натуральности существует пять градаций разновидностей камней. Вот смотрите, натуральные цельные камни, добытые на месторождениях. Это всё понятно. Самый лучший вариант, сохранивший кристаллическую решётку. Второй вариант. Натуральные камни, издроблённых камней, добытых на месторождениях. То есть тут тоже всё то же самое, тоже сохраняется кристаллическая решётка, но свечение камушка как бы чуть меньше. То есть, по сути, это склеены из нескольких мелких камней цельный камень. Даже бывают склеены из совсем мелких частиц, в моей практике встречаются. Кристаллическая решётка сохраняется, но свечение и свойства камня в разы меньше, чем предыдущих вариантов. Третий вариант. Искусственно выращенные камни, сохраняющие кристаллическую решётку. То есть тоже допустимый вариант. И четвёртый вариант. Искусственные камни, похоже, натуральные. Вроде они тяжёленькие, вроде они поднатуральные косят, вроде продавец говорит, что они натуральные, но они явно искусственные, не имеющие кристаллической решётки. То есть это знак равенства. Имеют кристаллическую решётку, значит, имеют свойства. Вот такой некий обман для людей, которые не понимают. Ну и пятый вариант – это явно искусственные камни. Тут всё понятно. Их заявляют искусственными, и они и есть искусственные. Как узнать, какой к вам попал? Ну только при помощи маятника. О маятнике мы будем очень подробно с Аленой рассказывать на нашем курсе про древнеправославные украшения. Ну чуть-чуть я хочу поподробнее остановиться на каждом варианте. Смотрите, натуральный цельный камни. Это камни, добытые на месторождении. И при обработке, ну вот допустим, добыли цельный камень, обрабатывают, вытачивают в бусин. Он при обработке не был разломан и склеен из кусочков. То есть он цельный. Он может, да, сформирован быть в какую-то бусинку или в какую-то там форму, но он цельный. Он не был склеен из кусочков. Это наилучший вариант. К нему хорошо, конечно, стремиться в создании украшения. Конечно, он обработан в определённую форму. В данном случае в нужную нам бусинку. Но при обработке он не был раздроблен. Вот. Свечение такого камышка будет максимально ярким. Соответственно, свою функцию он может передать больше всего. Второй вариант. Натуральные камни из дроблённых. Ну допустим, при обработке камня получилось несколько более мягких кусочков. Которые, соответственно, соединяют при помощи специального клея, затем вытачивают в бусинку. Тоже вполне допустимый вариант. Хоть и имеет немножко меньшее освещение, нежели цельный. Но в целом кристаллическая решётка есть, воздействие есть. Ещё такой нюанс, лайфхак. Хоть и поделиться. Такой вариант, склеенный из разных кусочков, лучше, чем три маленьких бусинки, к примеру. Хотя, смотрите, если подумать, это по сути одно и то же, и тут три мелких, и тут три мелких. Но нет, физика свечения в таких случаях разная. То есть форма камня крупная бусина, аура вокруг неё кругленькая, ровная. И это получается немножко гармоничнее, чем три камня, поставленные рядышком. Хотя вот энергии похожи, но всё-таки лучше использовать один единый кусочек и все бусины, чтобы были синхронизированы. Конечно, несомненно, лучше всего найти бусину из цельного камня, это бесспорно. Я просто говорю, что если нет такой возможности, такой вариант тоже дробочий. Ещё много зависит от степени дробления. Там тоже есть свои градации. Допустим, может быть бусина склеена из двух частей или бусина склеена из мелкой крошки камня. Первый вариант, конечно, лучше. Ну, чем сильнее камни, из которых склеена бусина, тем сильнее воздействие на вас. Третий вариант. Искусственно выращенные камни. Вот на этом я хочу остановиться очень и очень подробно. Тут не всё так страшно, как может показаться. Люди, когда увидят, ой, боже мой, искусственно выращенный камень, всё, он искусственный, он плохой, и закрывают, и никогда в жизни его не заказывают. Смотрите, такой камень зачастую намного лучше, чем предыдущий вариант. Из-за того, что его выращивают цельным. Он сохраняет свою кристаллическую решётку. Яркий пример такого подвида – опал, наш замечательный опал, который чаще всего производят именно искусственно. Вот он, наш замечательный опал. То есть вы, Алена, многократно спрашивали, а что же нам делать с опалом? Он же весь рядом искусственный. Так вот, если он сохраняет кристаллическую решётку натурального опала, то он будет давать те же самые свойства, что и натуральный опал. И ещё хочу сказать такую вещь. Мы должны с вами помнить, что все камни когда-то создавались нашими предками. То есть любой камушек, в принципе, который мы считаем натуральный, он рукотворный. Поэтому, зная этот нюанс, эта категория искусственно выращенные камни, сохраняющие кристаллическую решётку, кажется нам не такой уж и страшной. То есть по сути, по большому счёту, все камни – это рукотворные создания. То есть их когда-то создавали наши предки. А то, что вот в этом пункте искусственно выращенные камни – это просто то, что создано современным человеком с использованием современных технологий. Более того, знаете, друзья мои, я знаю некоторые искусственно созданные камни. Я имею в виду созданные, синтезированные, как бы в наше время, которые по своим свойствам и функциям мощнее даже, чем натуральные. И Алена такие камни знает, правда ведь? Да, да. Да, знает. Да, но мы на курсе о таких сакральных камнях, конечно, говорим. Но просто в открытом доступе особо не засветишься, а уловы быстро сорвут с плечи. И тут, понимаешь, лишнее слово, уже эффект будет такой сомнительный. Поэтому вернёмся к тому, что Анечка сказала. Смотрите, вот почему я с ней согласна? Во-первых, потому что мы всё время потребительски относимся к земле. То есть вот взять, распахать, достать из недр. Всё же никто не общается с землёй. Вот вообще полный игнор. А потом удивляются, почему люди гибнут. Вот было замечено в советские времена, это как частный пример, что те, кто работал на площади и рубил деревья лесорубом, то есть какие-то концлагеря, ещё там что-то, ссылки различного плана у нас были. Так что люди более чем полугода не жили на этих местах. И посмотрите, что у нас происходит на добычах. Когда люди действительно начинают работать, не теряют всё здоровье своё. Да, понятно, что там пыль, которая там есть, она же всё равно прорезает львиолки, лёгкие, когда люди работают в шахтах. Но тут ещё смысл в том, что помимо этого есть и кармическая особенность этой добычи. И здесь однозначно всё идёт в канве. То есть получается, когда мы мучаем без конца, без края землю, это не может нам прийти добром. Поэтому я, в принципе, если я вижу качественную, сделанную какую-то вещь, имеется в виду кристалл какой-то качественный, синтетический, и в нём действительно есть кристаллическая решётка, та, которая должна быть, пожалуйста, почему бы и нет? Потому что действительно, Анечка правильно сказала, синхронизация божественная, она начинается там, где есть атрибут Бога. Атрибут Бога — это угол, который, собственно, и закладывается, ну, нами закладывалось рукотворно когда-то, да, строение нашей элитической структуры. То есть всё, что у нас в рельефе есть, это, естественно, создавали люди. Поэтому тут вопрос такой натуральный, синтетический, он как бы типа играет роль, но понятное дело, что критичность, мы немножко градус критичности мы снижаем, чтобы не зашкаливало, что вот люди сумасшедшие деньги отдают за натуральные камни, а потом получается, что ровно то же самое можно получить, во-первых, более щадящим способом, а во-вторых, мы понимаем, что мы не вредим, да, ни себе, ни людям, ни земле, никому. То есть это всё выращено, и оно работает. Но ещё вам хочу сказать, что да, конечно, когда создаётся кристалл, здесь ещё вопрос закладки души. Но здесь и наполнение, про наполнение мы будем отдельно говорить, и про таинства, в которых можно зарядить кристалл. То есть очень много чего мы будем обсуждать. Но пока мы вот решили выйти к вам вот с таким видео, чтобы этот градус вот снять, потому что все очень там начинают нервничать, переживать. А что вот я не могу купить там, у меня нет финансов, да, на данный момент. Такие, чтобы опало там, извините, природные покупать. Ну и всё. Зачем? Если можно щадяще прийти к тому, что нужно без потери по финансам. Анечка, есть что добавить? Ну давайте дальше. Ещё я хочу рассмотреть четвёртый, пятый вариант немножечко. Вот смотрите, искусственные камни, похожие на натуральные, но не имеющие кристаллической решётки. Это тоже такая разновидность, очень хитрая. Это главная подстава системы. Это стекляшки. Вроде тяжёлые, вроде холодные, но при этом они не имеют кристаллической решётки. Это вот искусственный синтетический лунный камень без кристаллической решётки. Вот такой обман для людей, которые не понимают, что к чему. То есть, явно искусственные камни, которые выдают за натуральный. То есть, у них полностью отсутствует свечение, у них полностью отсутствует какая-то кристаллическая решётка, либо она совсем там простенькая. И они опасны, из-за отсутствия собственного потенциала, они забирают ваш потенциал, как бы напитываясь им. И у вас, как бы, энергия попросту утекает. Так что будьте вот это внимательны. Это вот две градации, которые я хотела сейчас вам рассказать. Ну и последнее, искусственные камни, которые прямо говорят вам, что это не искусственные. Тут всё понятно. Ровно то же самое, что в предыдущем варианте. Кристаллической решётки нет, свечения отсутствуют, энергия утекает. При этом даже не скрывают продавцы, что это подделка. Ну такие камни очень любят детки. Ну смотрите, главный вопрос из чего? Пластик, акрил, ничего страшного пусть балуются. Хотя тоже там надо смотреть, что будет там с краской, могут быть вредные примеси и так далее. А если материал имитация камня, с такими вещами осторожнее. Ну вот как раз так я хочу сказать, вот искусственный лунный камень. Продавец не скрывает, что он искусственный. И при первом взгляде на него, вот многие девочки мои, заказчицы, просто сказали, «Вау, мы хотим браслет из такого камня». А потом со второго взгляда я им собрала, они забросили, мы не носим, мы не можем это носить. Потому что вот чисто на уровне подсознания понимают, что в нём энергия утекает, что он как бы напитывается своим потенциалом, он не имеет собственного потенциала. То есть вот это вот два подвида, которые наиболее опасны. Ну в первом, понятное дело, вам говорят, что это камень, но вы обмануты, а во втором, вы просто даже вас никто не обманывает. Вы просто покупаете эту синтетику. Поверьте, лучше немножечко подкопить и купить что-то не настолько очевидно, как бы искусственное. Ну как-то так. То есть видите как, искусственная, искусственная рознь. Да. И здесь нельзя вот просто отметать целый класс ко мне. Нельзя вот там биться в грудь и говорить, что вот я только за натуральным. Потому что есть хорошие эквиваленты. И по нашей жизни, такой, как вот мы сейчас живём, попробуй там накопи, на драгоценность, да, на какую-то. Когда есть что-то синтетическое, но оно вполне качественно выполнено, почему бы не соблаговолить, да и не выбрать именно этот вариант. Поэтому, ну что, друзья, будем разбираться и дальше, правда? То есть включенный фактор, кристаллическая решётка. Вот. Это можно проверить самое простое маятником. Про маятникова будем всё очень подробно разбирать в современном курсе. Да. Я считаю, что у нас не должно быть сомнений, у нас должно быть знание. Потому что если знание есть, тогда всё будет хорошо. Если знания нет, ну тогда держись, как говорится, за подтяжки, и как система там с нами что сделает, непонятно. Потому что девушки, они всегда падки на красоту, правда? Ну мы же стараемся быть красивыми, в целом украшать себя. Но здесь самое главное не заниматься самообманом, не позволять себя обманывать. Ну а мы, по крайней мере, со своей стороны, Санечка, всё сделаем, чтобы у вас была информация, как этого не допустить. Ну а у нас на сегодня всё. Пусть у вас всё ладится и получается, друзья. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова